В преддверии лета появляются клещи, которые являются переносчиками опасной заразы. По словам врачей и ветеринаров, этот тип инфекции особенно опасен для собак. Клещи переносят кровепаразитарное заболевание, называется перплазмоз. Подвержены этому заболеванию только собаки, если брать животных. Крупный рогат скот, но у нас, в нашей местности, это не актуально. Очень тяжело протекает это заболевание. Обезопасить своих домашних любимцев несложно. Для этого хозяевам нужно выделять внимание чистоте жилых помещений и использовать специальные препараты и ошейники. Единственная профилактика – это обработка инсектоакрицидными препаратами, ошейники противоклещевые, капли специальные на холку или ошейники. Потому что капли, как правило, сейчас современный препарат, они всасываются с поверхности кожи и какое-то время циркулируют в организме и продолжительное действие при этом. Так что есть некоторые капли, которые даже гельминтов из кишечника выводят. Сейчас препаратов масса очень много. Кошки не подвержены заболеваниям, которые передают клещи. Но это не значит, что им не требуется уход и забота со стороны хозяев. Кошки, как поражение обычными паразитами, то есть укусы, вот такие вот проблемы, болезни, клещи кошкам не передают. Во-первых, надо предупредить дальнейшее заражение этими паразитами, противоблашиный ошейник или капли и наблюдать за животным. Если вы обнаружили клеща на своем животном и заметили явные признаки того, что ему не здоровится, то затягивать с обращением в ветеринарную клинику не стоит. Если появятся вдруг клинические признаки, такие как высокая температура, у собак бывает часто шаткость походки, слабость задних конечностей, бывает, что моча становится бурой. Это вот все признаки, при которых срочно надо обращаться в ветеринарную клинику, чтобы пролечить животное. Все это лечится, единственное, что не стоит затягивать, потому что чем раньше начнется лечение, тем больше шанс на быстрое выздоровление без последствий для животных. Хозяева питомцев должны не забывать, что наши братья меньше и болеют так же, как и люди. А любое заболевание намного легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Сергей Дружинин, Игорь Чернышев для программы «Городские вести». Спасибо. Спасибо.